В начале июня 1936 года в Кремле проходит совещание, посвященное большой аварийности в военно-воздушных силах. Чкалов и Байдуков в коридоре останавливают Серго Аджоникидзе, буквально схватив его за рукав. Напоминают о своей просьбе разрешить им перелет через Северный полюс. И тут из-за угла выходит Сталин. Что, Серго, уже за усы тебя хватают? Добоюсь, как бы голову не оторвали, товарищ Сталин. Но пойдемте ко мне в кабинет. Просим вас, Иосиф Виссарионович, разрешить полет на Северный полюс, медленно и четко сказал Чкалов. Мы стояли смущенные и ждали ответа Сталина, который вскоре шутливо бросил. Зачем обязательно лететь на Северный полюс? Вам, летчикам, ничего не страшно. Привыкли рисковать? Зачем рисковать безнадобность? Помолчав, он внимательно посмотрел на нас и неожиданно добавил. Вот вам маршрут для полета. Летите на Камчатку. Вы мне на Дальнем Востоке. Во как нужно. Уже на следующий день, во время торжественного собрания, Сталин с трибуны. Мы готовим беспосадочный перелет на Дальний Восток. Товарищ Чкалов, вы еще здесь? А я-то думал, вы уже на Камчатке. Смех в зале. Чкалов отвечает. Машина подана на горку. Экипаж приступил к тренировкам. Как не упирался Чкалов, а командиром корабля он все-таки стал. Байдуков внезапно назначает общее собрание экипажа. На повестке дня один вопрос. Выборы командира. Я предлагаю кандидатуру товарища Чкалова. Кто за? Байдуков, Беляков поднимают руки. И Валерий Палч большинством голосов становится командиром. Им предстоит еще один контрольный полет. Вместе с ними полетят радист-инженер Коваленко и ведущий инженер АНТ-25 Стоман. Крайний тренировочный полет. Сразу после взлета АНТ-25 Байдуков замечает. Не горят контрольные лампочки уборки шасси. При попытке выпустить их обратно выясняется. Лебедка сломана, трос оборвался. Шасси застряли в полуубранном состоянии. Сажать машину на брюхо, это значит, о полете на Камчатку можно забыть на 2-3, а может быть на 4 месяца. Повреждения будут очень серьезными. Байдуков докладывает командиру, первое, что произносит Чкалов, вот и слетали на Камчатку. Позор-то какой. И тут же добавляет главное, нельзя бить эту машину. Топливо у них еще на двое суток полета, поэтому они принимают решение чиниться прямо в воздухе. Для этого разрывают единственный на борту парашют, делают из него новый трос. А инженер Стоман пролезает внутрь крыла, при этом он обдирается до крови, добирается до шасси, прорубает обшивку, делает в ней люк. И высунувшись по пояс, его никто при этом не держит и не подстраховывает, пытается дотянуться до стойки. Под крик «Раз, два, взяли!» Байдуков, Беляков и Коваленко рывками пытаются поставить шасси в рабочее положение. А Стоман каждое подтягивание троса фиксирует ломиком. Это длится более трех часов. В итоге левая нога самолета встает на место. Чтобы показать, что испытывал Стоман и чем это могло для него закончиться, мы решили смоделировать эту ситуацию в похожих условиях. Разница между мной и Стоманом в том, что у меня есть парашют, а вот у Стомана его не было. АНТ-25 из безногого превратился в одноногого. Я схватил переносную электролампу, полез в крыло и увидел жуткую картину. Весь исцарапанный, перепачканный кровью, Стоман лежал в ажурном переплете элементов обшивки крыла. А бессиленный, он застрял в них и не мог освободиться от бесчисленных зацепов. Я помог ему. Поставить на место правую стойку шасси не получилось. Чкалов бережно, аккуратно сажает махину АНТ-25 на одну левую ногу и только в самом конце пробежки чиркает правой плоскостью крыла по земле. Самолет доворачивается вправо и останавливается. Они полетят на Камчатку. В лебедке потом найдут забытое техникам сверло. Техника арестует, но Чкалов лично добьется его освобождения. 18 июля 1936 года он приезжает из Москвы в Щелково и говорит, ну, Саша, Ягор, летим. Два дня в самолет загружали снаряжение и продовольствие, необходимое для трех суток полета, а также аварийный запас, рассчитанный на 26 дней жизни на льду, в тайге или в тундре в случае вынужденной посадки. Суточный рацион питания экипажа составлял 4000 килокалорий на человека. Он был расписан на каждый день. Диетологи учитывали расход энергии, нарастающее утомление организма, дефицит сна и влияние недостатка кислорода на высоте. Всего 13 баулов по 9,5 килограммов в каждом. Все это тщательно раскладывалось в крыльях и фюзеляже АНТ-25, установленного в ангаре на весы. В один из дней Чкалов заносит на борт пуд соли. 16 килограмм. Все оценили эту веселую шутку командира, мол, пока летим, пуд соли на троих съедим. Но Валерий Павлович совершенно всерьез собирается оставить в самолете этот, без сомнения, лишний груз. Никакие уговоры не действуют. Тогда Беляков молча забирает 13 бутылок коньяка из аварийного запаса и ставит их на бетонную полосу. Чкалов выносит соли с самолета и возвращает коньяк на место. Ночью накануне перелета в общежитии Щелковского аэродрома Чкалов и Байдуков заснуть не смогли. Это удалось только Белякову, потому что Чапай был человек с железными нервами. Говорили о всякой всячине. В частности, что делать с Куревым? Решили папирос с собой не брать, хотя оба были заядлые курильщики. А если совсем прижмет, использовать пустую прокуренную Чкаловскую трубку. Правда, Байдуков потом втихаря пачку папирос в карман положит. И именно в ночь накануне перелета Чкалов внезапно спрашивает Байдукова, а что, Егор, пролетим через Северный полюс? Победителей-то не судят? Но Байдуков не был готов к этому вопросу, поэтому ответить ни да, ни нет он не решился.